Всем привет на канале Пул Шель Муар и в этом видео мы будем делать восковые краски из масляных красок. В прошлом видео я делала краски для энкаустики из сухих пигментов, добавляя пигмент в медиум для энкаустики, а в этом видео я буду делать их из масляных, обычных масляных красок. Вот такие вот у меня есть красочки, я взяла вот такие вот 4 цвета для того, чтобы попробовать сделать из них краски. Подготовила уже 4 формочки металлических, в которых я буду эти краски делать и уже поставила плавиться мой восковой медиум, который я сделала уже в самом первом своем видео про энкаустику. Все эти видео я оставлю в подсказочках и в описании под видео. Я встречала два разных мнения, как делать восковые краски из масляных красок. В одном случае там говорилось о том, что надо масляные краски обезжирить, положить их на бумажные салфетки и добавить потом в воск. В другом же случае я видела наоборот рекомендацию о том, что масляные краски нужно добавлять в том виде, в каком они есть, а когда мы делаем краски из сухих пигментов, даже добавлять туда льняное масло. И как мне кажется, более логичным тот способ, где масляные краски не обезжиривают. И потом в дальнейшем я объясню, почему, когда я буду уже тестировать эти свои красочки, которые у меня получились. Вот таким вот образом я добавляю краску в медиум. И тут все то же самое. В зависимости от количества краски, от ее объема, будет более плотным или менее плотным цвет краски, которую мы получим на выходе. Размешивая обычными щетинными кисточками, опять же подбираю одну кисточку для каждого цвета отдельную. И в процессе изготовления этих красок, конечно, я поняла, что вот в таких вот формочках это делать в целом очень не очень удобно, их потом хранить. И потом я решила себе купить такие формочки для шоколада или для льда, силиконовые, чтобы можно было залить и каждую красочку сохранить отдельно. Вот из такой металлической ее немножко проблематично вынуть, и в целом они не очень удобные. Но этого я не могла знать, пока не попробовала бы, поэтому пока что делаю вот в таких вот формочках. И плюс эти формочки не очень удобны, потому что ее нагревается очень сильно, становится горячей, и руками ее уже не возьмешь. То есть надо либо перчатки, либо как-то умудряться эту формочку хватать, вот, и вынимать, со сковороды снимать. Вот такой вот получился полупрозрачный синий цвет. Я специально взяла картонку такую, чтобы на ней было видно, как оно просвечит, потому что на белой бумаге все-таки не очень понятно, насколько просвечивает краска. Процесс изготовления всех остальных красочек примерно такой же. Просто добавляю краску в воск растопленный, все это хорошенечко размешиваю. В общем, и таким образом поступаю со всеми цветами. Их у меня четыре. Такой вот синий ультрамарин, бирюзовый. Бирюзовый, кстати, он с добавлением белила, поэтому он получился очень плотный и перекрывающий. Что не скажешь про остальные более полупрозрачные цвета. Например, фиолетовый тоже более такой прозрачненький получился. И я думаю, даже если добавить очень много краски, она не будет супер кроющей. Все зависит, конечно, еще от самой масляной краски, ведь они же делятся на плотные и полупрозрачные лессировочные. Здесь вот в фиолетовой краске, возможно, еще и самой краски я не так уже и много добавила. И такой вот получился араратский зеленый, травянистый такой зеленый болотный цвет. Я решила сразу же протестить свои красочки. Нарисовала вот такой вот эскизик. Сделала почему-то красную подложку. Это была красная гуашь, по-моему. Ну, не особо важно. Первым делом я решила нанести слой прозрачного медиума, чтобы была некая основа, на которую потом уже лягут масляные краски, смешанные с восковым медиумом. Наносим основу, как обычно, широкой щетинной кистью. Как мы помним, нельзя использовать синтетические кисти, потому что в горячем воске они могут просто-напросто расплавиться, подгореть и очень плохо пахнуть. Поэтому мы используем только кисти из натуральной щетины. И широким флейцем я вот так вот наношу это все дело на свою картоночку. Пробные работы я делаю на обычных картонках, остатках от склеек, в общем, тех бумагах, которые не жалко. Но стоит помнить о том, что обычная картонка может немного деформироваться и погнуться. Чуть-чуть решила подровнять металлическим шпателем, но особого эффекта это не дает, хотя чуть-чуть воска он счищает. Наверное, надо будет взять что-то более остренькое, если мы захотим немножко подровнять восковой слой, если вот он таким вот неровным слоем нанесся, как у меня. Боковинки я тоже немножко очищаю от воска, хотя это делать совсем не обязательно, кому-то это даже нравится. Теперь время все заплавить феном и разровнять восковой слой. У меня, кстати, фен с таким экранчиком сверху и температура его и сила потока воздушного настраивается. Я ставлю где-то на 200-300 градусов и минимальный воздушный поток, чтобы фен очень сильно не сдувал воск. Поэтому он его нагревает и воск сам растекается и становится немного ровнее. Если у вас, например, какой-то фен, который разогревается до 600 градусов строительный, то следует с ним быть более осторожным, потому что это все же очень высокая температура и надо, чтобы рядом не было никаких предметов, которые могут там расплавиться или воспламениться. Вот так вот это все выглядит. Минут за 10 воск высыхает и становится вполне себе таким ровненьким. Эта поверхность довольно гладкая и уже пригодна для рисования. В этом варианте я хотела использовать только восковые краски, вообще не используя, не прибегая ни к масляной пастели, ни к каким-либо другим способам нанесения. Хотя в энкаустике можно как бы технику делать совершенно по-разному. Она довольно такая очень гибкая. Но я именно в этом как-то хотела попробовать, что можно сделать, используя только восковые краски, без каких-либо ухищрений. Потому что с масляной пастелью, конечно, все значительно проще. Ей можно прям рисовать поверх воска, сверху потом чуть-чуть заплавить и получится такая прям-таки картина. Вот. Посмотрим, как будут себя вести вот эти вот красочки на основе масляных. Первым делом я наношу облака вот таким вот белым цветом, который я, кстати, делала на основе пигмента. Вот. Да, я немножко соврала вначале. Я использую только восковые краски, но и те краски, которые я делала с помощью пигментов тоже. Вот. Вот. Наношу вот такие вот беленькие облака. Добавляю сиреневый цвет, чтобы сделать небо таким сиреневым, как на моем эскизике. И немного избавиться от красного цвета подложки. То есть небо будет таким вот сиреневым. Остаток рисования картины, я думаю, не требует каких-то комментариев. Это просто рисование, поэтому я включу сейчас музыку и в конце поделюсь своими впечатлениями. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Я потом подумала, что можно было бы домик сделать более маленьким, вот так это выглядит издалека, но в целом результатом я довольна и мне нравится, как ведут себя вот эти вот восковые краски, ими гораздо удобнее и как-то приятнее рисовать, как настоящими красками, можно сказать, чем теми красками, которые сделаны на основе пигментов. Надеюсь, это видео было интересным, может быть полезным. Пока!